ребят привет всем сейчас это будет выпуск про переключение передач без сцепления поэтому досмотрите вот до конца он будет познавательный вот но и те кто впервые на моем канале советую нажать на кнопочку подписаться и соответственно еще нажать так колокольчик для того чтобы первыми узнавать о новых видео вот мы сейчас начнем пока что чуть проедусь покажу вам как все это работает для чего это нужно вот если смысл вообще так переключать смысл конечно же есть я не особо технически в этом соображаю я могу это на деле все это показать но вообще плюсы и минусы как бы такого переключения помимо того что это намного быстрее не нужно тратить драгоценный ресурс тросика сцепления и тому подобное нам больше ничего не могу на этот счет сказать то есть для меня самый главный плюс такого переключения то что она достаточно быстро происходит если на ускорение ты не теряешь эти драгоценные секунды это едешь повороте ты не теряешь газ а в повороте терять газ это иногда может точнее в повороте потеря газа может закончиться падением прохождение поворотов мы еще с вами потом поговорим но давайте немного покажу вам как это работает то есть и вверх и вниз можно все это делать делать без сцепления большинство мотоблокеров которые снимали ролик на данную тему я сейчас камеру направил вниз не знаю видно не видно большинство блогеров рассказали только про переключение вверх объясняется это тем что не каждый умеет переключать низ без сцепления потому что намного тяжелее чем вверх она давайте начинаем начнем наверное с переключения вверх потому что это основное переключение военный на меня посмотрел значение со мной данным методом крикшетинга пользуется большинство байкеров в общем как она работает как следует переключать вверх новичкам первое что вам нужно сделать это уже поставить кончик ноги ступни придавить им педаль переключение лапки вверх то есть вы уже придавливаете а того что вы придавливаете передача не воткнется то есть пока сцепление либо вы газ не сбросите передача не воткнется то есть пока вы на газу ездить не переживайте ну главное сильно на нее не давите она сильно не давите а то можно и переключить и остаться без коробки вот вы придавливаете лап следующее что вам нужно сделать лапку я уже допустим придавил но я ее обычно не придавлю на 20 процентов закрываем газ и еще чуть-чуть в этот же момент нажимаем лапку переключение вверх передача без хруста мягенько втыкается намного приятнее чем вы это сделаете со сцеплением и но смотрите допустим переключение со сцеплением но она у меня она мягко происходит но большинство байкеров они втыкают они у так вот дергается мотоцикл теряет газ это все медленно происходит туда вот выжали воткнули сначала выжали потом воткнули передачу она вот мой с хрустом вот самое главное для начала это уже придерживает много около лапки для того чтобы не проебать этот момент потому что если вы проебете момент когда все это нужно сделать это все нужно очень быстро сделать вы выткнете передачу с хрустом с ущербом для вашей коробки не знаю значительным либо нет переднюю покрышку поменять она лысая если чуть сильнее закладывать повороте и ладно не буду на виду все проезжать на красный хотя это почти всегда делаю ну да ладно вот давайте еще раз попробуем переключиться вверх и перейдем уже к переключению вниз мы идем на ускорение допустим газ пол да блять я опять все сделаю и не объяснил вот мы допустим идем на ускорение я надеюсь было видно я закрываю газ но буквально на наверно на миллиметров для добухи узнает короче на пол сантиметра где-то я закрываю газ то есть совсем чуть-чуть это при ускорении на половину ручки газа вам нужно просто попробовать самое главное сильно газ не закрывать хотя можно полностью закрыть практически я полностью закрываю но тогда смысла от такого переключения нет потому что опять же мы теряем нашу драгоценное ускорение эти секунды на моменте когда мы закрываем газ то есть это как робот на моем гольфе он так быстро все это переключает уже там же два сцепления то есть ему просто нужно одно сцепление включить второй подключить ускорение практически не теряется то есть машина как на моменте одном едет так и едет также и на моде он запомнили до два главных правил для начала мы поджимаем лапку уже пока учимся это делать надо у нас уже давит на лапку и и закрываем газ процентов на 10-15 так что все ребятки давайте пробуйте опять же это для коробки не вредно так как тренер мой зизер на всех мотоциклах ездит без сцепления все красиво грамотно переключает и коробки у него живут и живут то есть на одном мотике он там может откатает года два вообще никаких признаков того что коробка себя хуево чувствует нету на другом мотике откатает он дальше переключение вниз это уже данный метод квикшифтинга уже более-менее для заезженных байкеров кто долго ездит и прям хорошо чувствует мотоцикл в общем как тут все работает здесь главное все делать сделать в такой последовательности чтобы задержка на выполнение действий вот этих было просто миллисекунды прям малейшую прям вообще почти не было задержки вам нужно практически в один момент дать газу ну и при этом нажать на лапку переключения вниз для начала как бы я советую вам просто перелик переключать со сцеплением но не нажимая вот до конца выжимать его только вот где момент когда сепа начинает схватывать это сейчас я вам покажу вот смотрим на сцепление вот вот этот момент вот свободный ход и и дальше уже начинает складывать сепление на мотоциклах она сам конце схватывает вот выжимаем сцепу до момента где а начинает схватывать добавляем газу то есть вот и включая передачу так вниз чтобы мотик не затормозил двигателем то есть опять же это как переключение вот сравнивать так же как и на гольфе когда на с либо на лепестках не стыкаем передача втыкается вниз обороты поднимаются вверх для того чтобы обороты сцепления и вала коробки были то есть так сказать схожи и средства не было торможения двигателем ямазу еще раз чуть-чуть выжимаем сцепление поднимаем обороты двигателя деда вот вот как вы знаете когда в пробках едет чуть-чуть так подгазовывать на сколько это ну вот тысячу полторы тысячи оборотов вот то есть совсем чуть-чуть и вот так вот сначала экспериментируем втыкаем вниз с перегазовкой до конца не выжимая сцепление потому что опять же если вы до конца выжмите вниз до конца выжмите то нет смысла от перегазовки она вам ничего не даст потому что вы уже потеряете вам уже не хватит тех оборотов которые вы дадите газом потому что пока вы выжмите то все сделаете нужно уже будут давать не полторы тысячи оборотов а 3-4 то есть вот показывает уже вы научились переключаться вверх без сцепления едем на третья передача допустим выжимаем сцепу до момента где она начинает схватывать номер снимает да и вот вы переключаетесь вниз мотоцикл у вас нет вот это вот смотрите я воткнул заднее колесо у меня еще начинает блокироваться из-за вот этого неисхождение оборотов коробки и сцепления то уже вы научились переключаться с перегазовкой при этом у вас заднее колесо резко не тормозит вы уже ух ты ж какой крутой байкер все телочки ваши потому что это очень ну это со стороны очень эффектно выглядит когда вот мотоцикл например перед светофором ему надо остановиться нихуя это он ничего не перепутал знаете как спортивные тачки останавливаться эффектно очень эффектно вот вы уже научились эффектно с перегазовкой переключаться вниз идем дальше дальше вы уже убираете руку нахрен вашу левую руку от сцепления подальше и в момент вот представьте то что вы поджимаете чуть-чуть сцепления немного но только представьте сами его не поджимаете и вот этот момент когда вы поджали добавили газы втыкаете вниз вы делаете все то же самое только еще быстрее но без сцепления то есть вот я практически в один момент все это делаю сейчас наверное все кто смотрят только гольфа начнется вот это вот противостояние подписчиков кто-то наверное впервые на моем канале вот что вы знали у меня вот вечно противостояние тех кто за авто и тех кто за мотоцикл просто я такой дурак сначала как бы тематика канала была узконаправленная это мотики все а потом как бы ну захотелось и авто снимать потому что я кайфую и с того и с другого газовкой вот давайте посмотрим там кто выглядит вот так вот это все прикольно выглядит все ребят с вами был мульти джоггер если вдруг кому-то что-то непонятно задавайте вопросы в комментариях я постараюсь вам всем ответить на ваши вопросы и кто с краснара приезжайте на нашу мотоплощадку крэйзи пайлот в титровке мы вас научим ездить ну точнее не мы а зизер но я там тоже буду вот момент надо денег найти и купить переднюю покрышку заднюю купил переднюю не купил